Добрый день, данный доклад подготовлен совместно с доктором нейрохирургом Раджабом Сайдом Жабравиловичем, который работает в Российском нейрохирургическом центре имени Андрея Львовича Поленова. Прежде всего, хочется сказать, что методика химии эмболизации, суперсеррективной химии эмболизации засудистой сети опухоли была бы невозможна без достаточно известного ученого, шведского доктора Ивана Селдингера, который в 1953 году впервые опубликовал работу, в которой показал возможность, новую возможность через кожного сосудистого доступа. В настоящий момент с использованием этого доступа выполняет достаточно множество исследований и ряда хирургических лечений от ангиографии и операции на сердце до выполнения трахеостомии. Кратко данный метод заключается в пункции периферического сосуда с проведением интродюстера и в дальнейшем проведении микрокатетера в необходимую сосудистую сеть с целью выполнения какой-либо хирургической или диагностической процедуры. Методика ангиографии до и после эмболизации выглядит следующим образом. При помощи катетера в необходимый доктору сосуд вводится сначала контрастное вещество, визуализируется сосудистая сеть опухоли и в дальнейшем выполняется эмболизация специальными препаратами, после которого сосудистая сеть перестает кровоснабжаться. Основными показаниями к химиоэмболизации сосудистой сети опухоли является прежде всего уменьшение кровоснабжения опухоли с целью проведения дальнейшего лечения, либо хирургического лечения, либо химио-лучевой терапии. Это позволяет нам в дальнейшем избежать ряда осложнений, связанные с кровотечением из опухоли. Таким образом делает возможное проведение онкологического лечения. Какие же основные принципы выполнения эмболизации сосудистой сети опухоли? Основная цель при выполнении процедуры – это достижение эмболизации именно тех сосудов, которые располагаются внутри опухоли с минимальным повреждением сосудистой сети окружающих здоровых тканей, для того чтобы снизить вероятность ишемических осложнений. При этом доктор обязательно должен знать очень хорошо региональную анатомию сосудистой сети, анастомозов и гемодинамических характеристик для того, чтобы выбрать подходящее оборудование и эмболизирующий материал. И большинство оперативных мешайдов с использованием эмболизирующих веществ используется доступом через ветви наружной сонной артерии. В настоящий момент используется достаточно много материалов для эмболизации опухоли. Это как жидкие материалы, спирали, но чаще всего используются так называемые микросферы. Частицы из биологически нейтральных веществ, которые эмболизируют необходимые сосуды, подбираются строго по диаметру. Какие же бывают основными осложнениями? Основные осложнения зависят от того, какой сосуд, какого диаметра доктор заэмболизировал. Основными из них являются слепота пациента при эмболизации глазничной артерии, наличие инсульта, головной боли, лицевой боли и иногда бывает брадикардия. Это связано с тем, что имеются неврологические сосудистые взаимодействия, когда доктор выполняет химиоболизацию в области буждающего нерва, может возникнуть такое осложнение, как брадикардия. При этом данных литератур относительно химиоболизации сосудистой сети опухоли достаточно немного, и в основном они все посвящены химиоболизации опухолей, либо первичных, либо метастатических поражений печени. В то же время существует ряд исследований, которые показывают достаточно эффективность данной методики при использовании химиоболизации опухоли именно в области головы и шеи. И мы можем здесь видеть, что в ряде случаев вероятность того, что опухоль уменьшится в размере, может достигнуть 88%, это сразу после выполнения процедуры. И в данном исследовании используют специальные микрокапсулы с химиопрепаратом карпоплотин. Другое исследование, которое было опубликовано в 2005 году с использованием кристаллов цесплатина в рамках неодиевантного лечения рака полустирта. Также было показано, что частота полного ответа на химиоболизацию составила порядка 26 до 50%, что является достаточно большим показателем данной процедуры. В нашем центре существует определенный алгоритм лечения пациентов со распространенными и нерезиктабельными опухолями головы и шеи, который состоит из четырех шагов. На первом шаге мы осуществляем химиоболизацию сосудистой сети опухолей. Таким образом, мы предотвращаем все возможные осложнения, связанные с кровотечением, опухолей и его распадом. В дальнейшем мы проводим стандартную химио-лучевую терапию и после проведения химио-лучевой терапии дополнительно проводим, как правило, еще четыре курса химиотерапии с использованием оплатино-содержащих препаратов. На четвертом шаге мы уже наблюдаем пациента в соответствии с международными стандартами. Я хочу представить клинический случай пациента с раком носоглотки. Пациент-мужчина 43-х лет, не является курильщиком, опухоль HPV негативная и отрицательный анализ на статус Эфштейн-бар-вирус. В 2016 году в сентябре я пожаловался на то, что отмечается снижение слуха на левое ухо. В дальнейшем была выполнена инцидионная биопсия и верифицирован диагноз как не отгоревающая, не дифференцированная назофарингеальная карцинома, третья категория по классификации Всемирной организации здравоохранения. И была выставлена клиническая стадия, третья стадия, клинические Т2, Н2, М0 при помощи методов лучевой диагностики. В апреле 2017 года пациенту была выполнена химиомболизация сосудистой сети опухоли с использованием химиопрепарата доксоробицин. И мы увидим, что отмечаются минимальные изменения после проведения процедуры. Однако это позволило в дальнейшем провести химио-лучевую терапию пациенту с избежанием осложнений в виде кровотечений и каких-то инфекционных процессов. В дальнейшем была проведена пациенту химио-лучевая терапия. И суммарно пациент получил 6 курсов плотиносодержащей химиотерапии. Цисплотин и 5 фторурацил. И на настоящий момент пациент находится на динамическом наблюдении без признаков рецидива и продолженного роста. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на любой ваш вопрос. Большое спасибо, Максим. Есть ли вопросы, Максим? У меня вопрос. Пользуетесь ли вы такой методикой, Грегоре? Насколько я знаю, мы не используем подобный моделитет лечения. Или? Мы используем эмболизацию. Допустим, на этой неделе у нас лежит пациент, который поступил с тяжелым кровотечением. И его эмболизировали для того, чтобы остановить кровотечение. Но это совершенно другая ситуация. Я знаю, что имеется большой опыт, это, естественно, не эмболизация, но так называемой эндортериальной во введение химиотерапевтических препаратов. Мы этим не пользуемся. Я не знаю, класс, может быть, у тебя есть такой опыт. Пользуйтесь, кстати, вы, может быть, я знаю, что в России есть опыт эндортериального, регионального или суперселективного введения химиопрепаратов. Еще раз, можно вопрос? Да, действительно, суперселективность. Это и... Да, отличный вопрос. Дело в том, что данная методика, она подозревает вначале, проводится катетер к сосудистой сети опухоли, вводится препарат док-сорабицин. И в дальнейшем, чтобы создать максимальную концентрацию именно в опухолевом очаге, сосудистая сеть эмболируется. Таким образом, мы достигаем максимальную концентрацию препарата в сосудистой сети и минимальный системный эффект. Это использовалось в Швеции в двух институтах. До Каролинского Иллюль и в Госсенбурге. И я использовала это с... Но при этом мы прекратили это делать не из-за того, чтобы был недостаточный эффект на опухоль, но из-за одного случая слепоты, наступления слепоты. И из-за распада тканей я помню, что даже ухо, в общем-то, отпало у пациента, отвалилось. Вот из-за таких серьезных последствий мы прекратили это делать не из-за недостаточного воздействия на опухоль. В общем-то, возможно, новые методы будут более, так скажем, точными в воздействии. Продолжение следует...